Здравствуйте, я Александр Ломаев с очередной порцией полезной информации. В Самаре на пересечении структурной и промышленности произошло крупное коммунальное ЧП. Канализационный колодец неизвестный слили мазут. Нефтепродукты вышли на поверхность. Площадь загрязнения составила 30 метров в ширину и 80 в длину. Засор канализации коммунальные службы устранили. Попадание стоков в реку Самара удалось предотвратить. Совместно с городскими службами благоустройства МЧС проводилась обработка мест загрязнения песком. По словам специалистов, утилизация отработки нефтепродуктов стоит денег, а некоторые предприниматели пытаются сэкономить на природе и на здоровье. Не повезло жителям исторического центра. Они останутся без горячей воды. С 23 июля по 5 августа в Самаре пройдут очередные гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим горячую воду отключают в пределах улиц Арзебушевской, Братьев Коростылевых, Льва Толстого, Венцика, Чапаевской, Пионерской, Куйбышева, Крупской, Максима Горького, Волжского проспекта, Лесной, Осипенко, Новосадовой, Первомайской, Полевой. Горячую воду вернут после завершения всех испытаний. С 3 по 25 августа в художественном музее пройдет Самарский фестиваль иллюстрации «Барбазуль». Его основная тема – иллюстраторы в городе. Афиша. Для участия в фестивале художникам нужно было выбрать одну из двух игр. Первое – это переделать любую уже существующую афишу, плакат или даже обычное объявление на столбе. Во второй игре участники должны были создать афишу для неизвестного или необычного события. Прием заявок на участие закончился 15 июля, но уже на следующей неделе все желающие смогут посмотреть, как иллюстраторы справились с поставленной задачей. На фестиваль можно попасть бесплатно. Начнется он в 18 часов. О спортивных достижениях. В Будапеште, в Венгрии, проходит первенство мира по фехтованию. В женском командном турнире по шпаге сборная России заняла второе место. Об этом сообщили в Министерстве спорта Самарской области. Серебро взяла самарская спортсменка Виолетта Храпина. В финале наши фехтовальщицы уступили китаянкам. Счет игры 28-29. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу события на телеканале Самара Гиз. Всего вам доброго. До свидания.